103 боевых столкновения произошло на фронте за последние сутки, об этом сообщил генеральный штаб ВСУ. По этим данным, самая сложная ситуация на Покровском направлении, где украинские войска отбили 4 атаки, также на Харьковском, там армия России 3 раза пыталась прорвать оборону. На Купинском, Северском, Краматорском и Кураховском направлениях ВСУ отразили по 2 штурма. Кроме того, российские оккупанты совершили по одной безуспешной атаке на Лиманском, Времевском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили полмиллиона человек. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1140 российских оккупантов. Также им удалось уничтожить 15 танков, 11 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня и одно средство ПВО. Кроме того, были сожжены 42 единицы автомобильной и специальной техники армии России. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. После незначительных успехов во время наступления на Харьковскую область, российские оккупанты полностью увязли в уличных боях за Волчанск. Их штурмовые подразделения понесли большие потери. Об этом сообщил главнокомандующий ВСО Александр Сырцкий. По его словам, сейчас армия России перебрасывает резервы с разных направлений для продолжения атак, но не может добиться успеха. В районе Липцев противник также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск. На Купинском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где армия РФ пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол. Александр Сырцкий, главнокомандующий ВСУ, в Телеграм.